То есть там какие-то шансы находятся щиток. Вот из РТ прошло 41 минута. 41 минута. Мы сидим, ждём чудес. Я знаю, Гламурчина удаляю из списка на Волонир. Ну вот он пишет про ту же ЦЛК Геру, что сейчас типа Гоу. Так у нас сейчас 23 человека, блядь, онлайн. Какой нахуй Геру, блядь, ЦЛК? Вообще он... Не люблю щиты или этому... А Виланин собрал. Не, мне не надо валик. Я и без него, если надо похили. Или мордаун, то он... Да, так можно про любую хуйню сказать. Там душно, тут душно. Я хочу только в кару Гер ходить. Так они просто, ну, они где профиты не лутают конкретно до себя туда, я не хуй. Ну, тут ЕП есть. Причём 1600 ЕП. За ЦЛК обычку 600 всего лишь, а тут 1600. Ну, это грубо говоря, как 3 ЦЛК-хи нахуй закрыли. Нет, так чё, тема же в том, что, блядь, у него-то приор есть, типа, всё, ему пофиг. Ну да. Потому что его поддерживать и без ульды. Приор... Ну, типа, ему вот эти 1600 не сильно. Они не сыграют для себя вообще никак. Это пока. Ну, и вот, например, вот открывай мне ПКП. Ну, чтобы они для него сыграли, это надо, чтобы прошло ещё месяц-два. Возьмём какого-нибудь Сержу. Ну, месяц, да. Пойдёт. И это будет, ого, и как играть роль. Или пока он, типа, что-то не полутает сейчас. Ну, вообще, было бы у нас, типа, ну, конкуренции бы побольше в плане рок, там, ну, блин, например. Чтобы кто-то мог у него что-то забрать. Так, типа, никто не может. Чё, пофиг. Ну, хотя он же на роги сходил, типа, он на ДКшники не хочет, там, как я понял. Но, типа, при том, что ДКшника ему надели, ну, помогли чуть-чуть. Не, я знаю... Ну, типа, немного... На... нахуй пиздеть просто. Ладно, Седжу был в первом рейде и всё это, блядь, так... Некоторые он занятый, сами сидят, блядь, ухуйней страдают РБК-хи. Прочие, блядь, дрочат. Ну, да, я бы тоже мог бы и на пале, и на ДК сходить бы, блядь, РБКшники сгонять. Но голду пофармить, у меня голды вообще нет. Или ГМОб собрать, типа, на продажу. Ну, я зашёл, типа, первый рейд, второй рейд помочь. Там ещё... Сколько осталось там? Вот он, спасибо. Надо выключить, Господь, соберет. Да, вот мне тоже надо собрать, там бабок вообще нет. Я, короче, ну, я не знаю, я, типа, у меня нет такой хуни в голове, типа, что, ну, будет ли хуёво, что мы вайшни убьём полгода. Да хоть год, да хоть три года, вообще похуй, типа, ну, самое главное, что люди заходят и общаются нормально, не срут друг на друга, всякую хуйню несут. Где-то, если кто-то пошутил, то, ну, это воспринимается как-то нормально. А если, если хотите, прям прогресса, если хотите сейчас, то пять лутать. Это два выхода, либо магазин, либо другая гильдия, которая закрывает. Ну, там, соответственно, нужно и играть хорошо, и знать тактику, и все дела вот эти. Ну, если хотите, пожалуйста, никто не держит, я же вас не заставляю, вы же не на зарплате сидите. Но, с другой стороны, блядь, это ставится на поток, я об этом говорил. Ну, ливнут, ну, блядь, пожалуйста. Ну, что останется у нас, вот кто останется, те останутся играть. Да берём новых людей, я хуй знает. Я, типа, особо не расстроюсь. Ну, я хуй знаю, можете просто все поливать, я хуй знаю. Типа, если я такой хуёвый, ульда хуёвая, всё это хуёвое. Думайте. Так, что случилось? А потом они придут в актуальный контент, блядь, ульда и гера. Блядь, а что тут делать, нахуй? Повайпаются, блядь. Хотя тактика, собычки из геры нет. Да так-то нихуя не случилось. Вон, почитай, что люди пишут. Про то, что профита нет, мы не пойдём. Да везде, дискорд и в гильдии. Чё, мы не идём никуда, получается? Могу по-хили чё-нибудь. Но только мне нужно минут 10 аддон настроить. Помощь в динзии, какой профит есть? Мы чистим трэш в Альдуаре. А возьмёте с собой вагон чувака? Можно даже в гильдию, наверное, затащить его. Он недавно играет на сироке. Немножко. Сегодня специально стоит такой день. В диске мы, значит, будем сидеть. А в этом в игру зайти не сможем. Люди не понимают того, что те же волониры, блядь, помогут легче проходить другие рейды. Да кто поймёт-то? Тут мейнхилов, один бидон, и остальных мейнхилов нету. Синтек всё время танчить хотел. То в САУ собирает, то ещё что. Он устал играть. У него вообще учёба. У него жизнь накрывает медным тазом всё это дело, блядь. Мейнхилов у нас нету, нахуй. Все хилы, которые спекаются, ну, бидон. А кроме него кто? Остальные все спекаются. Не люблю щиты, мордаун. Не люблю щиты, мордаун. Играют. Раз в полгода, блядь. Ахоль ДЦ не ходит, да, в Рейд? Рейд проносится за полтора часа, нахуй. Мы днём собрались, пошли в 10 тел, пронесли три босса, блядь. Первых. Три даже. Он проносится очень легко. Ну, типа, если сейчас, ну, хотя бы 20 не доберётся, если мы йога с алголовным не ебанём сегодня, то просто завтра продолжим, и всё. Кто придут в Герус, ну, хотят в Герус, сначала закроется её колголон, а потом уже Гера. Вот и всё. Либо это надо сделать сегодня, зайти, денёк перешагнуть через себя, и потом дальше нормальный РТ закрывать. Чем быстрее мы будем это всё закрывать, тем проще будет. Просто если перенесётся на воскресенье, потом не успеем в воскресенье закрыть целка Геру. И Гера перенесётся, блядь, на понедельник. И так по накатанным. Да, плюс в РСК мы ещё не за полчаса её проносим. Это убили там двух мобов в комнате. Вон мы быстрые, а чё вы ездите просто так? Куда вы поехали? Я сколько раз объяснял. Заезжайте в комнату. Слышите машины все? Диси вроде сидите. Вот там два больших моба стоит. Их надо убить. Как только они умрут, босс выйдет из ворот. Вот крестик, череп поставил. Колчедан, заряжайте. Босс бьётся. Он за 40 секунд падает, за 30. В него настреливаешь, он падает. Потом кто-то из этой, из трофейки. Можете вылезти ко мне и следить вторым пилотом? Как только мобы умрут, сразу с машин слазим и едем к выходу из комнаты. Вот сейчас второй умрёт, где он? Где второй большой? А вот. Забивайте его. Всё, и на выход с комнаты. Всё, вылазите с машины. На коня и туда встаём. Типа такие интересные, блядь. Так, сейчас выйдет босс, машины сломаются. Надеюсь, в комнате никого не осталось. Всё, сейчас они сломаются. И вот, всё, сломались, исчезли, появились новые. Ставим шкаф тут. Вылезьте, не лезьте пока никуда. Своставьте шкаф, сумму нём людей. Хорош. Как понять, что Катрисия в дискорде? Да, именно так. Человека замутить можно? Уже замутить. Уже замутить. О, блядь. Навсегда? Пока... Пока... Пока не угомонит. Пока траханье не отводит. Пусть подручит. Сколько ему лет? Ну, 18 есть, наверное. Не, ну, по голосу ему не 12. Я думаю, там пубертат прошёл уже. 16. Просто роклер. Так, вроде всё тут. Так, суммунули, да? Unvisible зайдёт? Транквиллы, это кто? Это... Со мной человек. Он чисто за опытом. Он может похилить, может ШП, может даться. ШП будет. Транквиллы, это шматка. Возьмите, типа, в гильдии, да и всё. Так, ста, можно в гильдии его забрать. Разговоры про новых лет, я так понимаю, да? Заезжаем в комнату. Где, есть разрушители свободные? Так, я масло где разливаю? На мотоке. В комнату заезжаем, в комнату заезжаем, в комнату заезжаем. Равник. Пиздец, нахуй. Садись. Сядьте кто-нибудь вторым полотом. Заезжайте быстрее. Мы не пришли сюда стоять на машинах и смотреть. Мы пришли, босс падает 30 секунд нам. Заезжайте, стреляем в босса. Не надо стоять, босс. У нас время не бесконечное. Тут не нужно, чё-то. Поехали. В смысле, мы, а бочки мы где-то подвозить будем. Бочки будут падать сверху. Надо ничего подвозить. Надо сесть на разрушители, 10 стаков на стакать и обновить. Ну, то есть, их у них занимались на актуале. Мы сейчас на актуале. Актуал будет. Ну, актуал, когда будет, тогда и будем потренироваться. Но, потому что без этого, там, боча возишь, которая урона носит, какие-то еще, а магию там дают. Вот у кого там 2-3 стака, достакивайте до 10 и обновляйте этот колчатан. Ускорение нажимайте, кто там. Чё, колчатан. Таким едет, надо ускоряться. Вот на ком метка, надо отнять. Ну, урарник, блядь. Урарника, помощника нету просто нахуй в машине. Там 2 человека. Один ядерки драйдер, другой катает. Я писал там. Ну, а нефть на мотоках лить? Не надо, не надо, всю эту хуйню не надо. Это очков болит от этой хуйни уже. Я понял. Еще, Слав, слушай, а нету запчасти для механоцикла? Так, кто там, блядь? Распыл у кого? Транквил, а Бог захочет гильдию? У меня распыл есть, можешь скидывать на Вилане. Поехали на птицу. Надо эту хуйню, она проносится быстро. На мотоцикл не выпадали детали? Не ебать вала. Ты ее купить можешь. Купить можно, но если тут выпадает бесплатно, зачем покупать? Там, по-моему, коробка падает, она 3-х стоит. Не, они какая-то шестеренка. Ну хоть шестеренка, там какая-то деталь падает. Идите сюда. Там труба. Надорова. А кто он каму кипал? А кто он каму кипал? По идее, да. МК себе. Правда, тебе и так описит. Кидай в угриму, в угрим, не я тебе. Кидай в угриму, в угриме. Короче, надо людей набирать, искать хилов конкретно, кто хилами играет, прям спрашивать. Ну, маг кричал, не знаю, что какой-то из гильды, он предлагал 260 плюс искал хилов. Это хоть сколько? Главное, чтобы не ходили на РТ. Вообще всех надо искать, видишь, РТ стоит, люди не зашли просто на это. Можно было пронести, ТТГ пронести и уже что-то бить нормальное. Вместо этого мы будем тратить день просто так. Ну, будет акция, когда я монеты куплю и возьму все второго паладина себе сделаешь тогда. Могли бы все закрыть и подпрячь в льду, и, ну, ТТГ, и вдруг бы еще осталось время, но снесли бы 4 босса в целках Эми. А зачем тебе еще один паладин, тут же дело в людях? Точно не сможешь? Нет, нет, это в два разных хила ходить, если всего вчера, ну, ты в один рейд сегодня идешь в льду 25 одним хилом, ну, и сегодня же... На круглый день, но состав также 15 человек будет, а на из 25... Не, ну, кто-то может зайдет, кто-то у меня нет, а я сейчас схожу, а завтра я уже в льду не пойду. Ну, блин, когда у нас 25 человек, это вообще быстро, то в 10, в 15 иберс, 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 иберс. Нормально, по кайфу. Ну, не знаем, где у нас БР есть, а то АКЮ нету, нихуя. По факту. И вообще, блядь, ну, я не знаю, типа, надо как-то я хуй знает, все в голове как-то отложить, ну, вы играете не в одиночную игру, нахуй. Мы играем это все, чтобы усилился костяк людей, которые ходят. Мне вот это нравится, блядь, все хотят, сука, убить робота, да, чтобы можно было лутать второй кусок Т5. Но, блядь, никому в бошку не приходит, что если сделать волониры, легче это будет, блядь. Ну, да, в трехила можно захиливать. Да, куда, когда придет, ты что, блядь, я говорю, давай отменим все рейды у КЗС, пойдем сразу. Не одетые бичи, нахуй, пойдем у КЗС, хули. И хули толку будет. Просто, ну, как это, ну, через 10 ступенек сразу не перепрыгнешь, нахуй. Ну, людей, у людей понятия нет в голове об этом. То, что эту рутину надо закрыть и все. Ну, когда-то оно будет, если они не доверят. Ничего, нахуй. Ну, надо искать людей ориентированных на, на вот эту, на командную игру, на нормальную. Либо сразу все развалится. Я говорю, ну, я сказал, я не пошутил, блядь, эту хуйню. Ну, типа, ульду на поток ставим. Не то, что мы ее сходили раз там и полгода не ходим, нахуй. Она сейчас будет каждую неделю две штуки, нахуй. Нет, так ульдета ничего страшного нет, блядь. Если просто фулл рейд типа собирать, то это больше. Ну, и вот и все. Вот челики, которые не зашли, ну, они, они либо ливнут со временем, либо я кикну сам, нахуй. Если это, ну, будет такая, ну, такая неприязнь, нахуй. Ну, с кукотища зашел бы, у него проблемы с интернетом. Там он уже второй-треть день играть. Выкидывает через минуту, две где-то. Вот сейчас, завтра, послезавтра починит. Вот, вот сейчас только что в рейде был Валент. Почему он вышел? Вот спросите у челика в ПМ, что он на это скажет? Мне просто интересно. Может, что-то, может, на работу, может, что там жена там. Нет, 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 нет. Тихо, тихо, помолчи, блядь. Напишите, кто-то, кто-то в ПМ, кто сейчас свободен. Вот он на алторе сидит на локе. По какой причине он ушел? Он что, считает, ну, типа, ну, я не знаю, нахуй, типа, вы зайдете в игру... Если у вас есть деньги на магазин, так покупайте все в магазине. Нахуй тогда эта гильдия. Нахуй я тут тогда вообще нужен играть, как хотите, блядь. Я думал, ты говорил, чтобы люди не ходили в магазин, заказали все еду на дом, потому что надо ходить в рейд. Это весело очень. Напишет кто-нибудь? Спросите у него, мне интересно, что... Ну, я написал, спросил, типа, ты куда? Мне интересно, что он считает по этому поводу. Конечно, нет. Такие интересные. Занят человек, может быть. А была бы замена на отсылка, прессанул бы. Ну, вы проверьте потом. Да нет, я это с нами вижу каждый раз. Вот и делайте выводы, нахуй. Типа, если бы сейчас все зашли, мы бы уже, блядь, нам бы осталось 5 боссов закрыть, нахуй. Мы бы уже все закрыли. Он, сколько? Ну, не 5, 6, может, боссов. Половину бы точно пронесли за час. Тут все проносится, как хуйня. Вон, в 10 человек, блядь, боссы убиваются. Сюда ходили, блядь, ДПС. 7 тысяч, если давал челик, ну, дохуя считалось. Вот и думаете, блядь. Что людям такое написать? Я не представляю, что... Он не ответил в смысле. А, Эршаме, МП5 надо же, да? Не надо, в смысле? Ты спроси, почему ты вышел среды? Ты сейчас только что был. Нужна помощь? Нужно ДД? У нас 10 слотов нету. Не знаю, какой Эршама. Потом со шмотом разберемся. Идите, бейте мобов. Это как РБК проходить. Будете стоять, хуйней всякой заниматься. Лут какой-то разглядывать, блядь. Мы будем здесь 4 часа сидеть. Это проносится полтора часа. Оно полтора часа в актуале проносилось, блядь. За 2 часа. Час 40 минут оно проносилось. Он написал, да забей. Не хочу. Ну, такая в смысле не хочу. О, видишь, ну, честно он ответил честно. Не хочет он в льду. Может, он в актуале тысяча раз был. Ну, блядь. Я тоже был. И что теперь? И в целом, блядь. Кто тысячи раз был, узнают ценность того же самого валика и остального всем. Не знаю, насколько это быстро заносится. Главное, никто не хилит, никто не танчит. Заметьте, блядь. Из танков и Вилаша, я и Лингрен, блядь. Остальные спекаются, но это у них овспеки. Да у Лингрена тоже овспек. Да и я бы тоже не танчил. Я бы с удовольствием постоял. Я бы, наверное, мейнспек. Ну, это он в последнее время так сказал. Потому что, как бы, в основном он танчит. Я могу приятеля позвать, если прям люди нужны. Надо звать кого угодно. Потому что это проходить в 15 тел, это хуйня полная. Давайте быстрее на коней. На коней. И спускаемся. Одного бьем. Если лишний, то баним. Вот так что мне приглашать его в польси. Сюда. Сюда. Мы-то думали, ты про гильзу и тебя что позвать, чуваками. Не, если еще кого-нибудь добрать, я могу написать. У меня друзей несколько человек сидит в сети, если надо. Тогда можно уже просто напугать. Нужен сова. Обязательно. Нужно продолжить. Еще, Вадикон, нужно от тебя мнение. Ты как вообще считаешь? У льда это мусор или нахуй у нее ходить? И что сделать с людьми? Люди сидят просто в игре или в дисе печатают, а в льду не заходят нам помогать. У нас 10 дд не хватает. Что делать? Как объяснять? Ну, типа, можно легко гильдию развалить, очень быстро. Ну, не знаю. У льда, по-моему, сейчас вообще не актуально будет. Потому что полгода, максимум год, и выйдет гер у льда, где будет другой волонир, который будет более актуальный для хилов. Во-первых, 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 через полгода она не выйдет. Во-первых, она через полгода не выйдет раз. Второе, волонир будет актуален в ОК и ЗС Гер, в которых АОЕ дамаг такой, что, ну, волонир, он решать будет там дохуя делов. И, в-третьих, у льда гер, это то же самое у льда обычка и те же самые тактики. Просто хоп-то больше. Ну, тактики понятны. Я просто не играл на этом сервере. Это, можно сказать, мой первый перс. И поэтому я представляю, что вот мы целка 25 оп открыли, за этим 25 гер пошло, за этим, ну, ЗС ОК пошло полгода. И я считаю, что следующий будет, это, получается, у льда гер и ЗС ОК гер. Ну, ЗС и ОК гер будет. У льда открывается после ЗС и ОК гер. Первый открывается ОК и ЗС. Ну, я представляю, что будет ЗС и ОК гер и у льда. ЗС и ОК гер не с у льдой, а у льда после них. Их, как минимум, 3 месяца они убивали на X2. Ну, может быть, я просто не представляю. И здесь откроют тоже первые 2 месяца, тоже вряд ли кто-то убьет. Потому что там такие боссы и такие тактики, что просто на стенку лезешь. Там Джайна, блядь, покажется манекеном. Ну, просто мы Лича недавно убили, у нас получилось ЗС ОК. Короче, весь вопрос состоит в том, что, ну, мало кто представляет. Вот, может, Вархель математически представляет, что такое волониры, остальные не представляют. Хиллов в мейне нету. Мы всех спекаем оффспеки. Все, кто спекаются. Вот ушел, кто, как там звали паладин это, который с нами играл? Шектор, вот этот. Вот он ушел, он за 100 гп ливнул, и рейд спас только Вархель, потому что он зашел и захилил. Он играет нормально на нем. Он зашел и захилил. А так бы мы, ну, без хапала, просто падали. Я не математически знаю. Я флуксдрат играл. И на хапале у нас Ави. Ну, вот я просто на других реалмах не играл, Сируса. Для меня это первый перс. И для меня тяжело это представлять, почему мы за 45-й пухой ходим. Дело не в... Дело не в... Ну, ты... Ладно, объясняю математически. На ней появляется баф, который 15 секунд... Я знаю, что появляется на волонире. Ну, так появляется баф. Он 15% от хила превращает в абсорб, в щиток. Этот щиток висит 8 секунд, и он стакается. Да-да-да, я знаю, как волонир работает. Ну, а стакается он до 20 тысяч максимально. 20 тысяч никто не абсорбит. Вообще никто. На Сирус все больше. Тут он криво абсорбит иногда. Тут бывает куда больше, чем 20. Чисто Сирус, я не знаю, как он работает, просто он становится на обычном сервере, на каком-нибудь пиратке. Неактуальным. Когда у тебя в 77-й эпохе. А нахуй он на пиратке, если там убивают только Лича и Холиона? Вот взять тот же циркуль. Ну, там он действительно неактуальный. Ну, я и говорю, что я новенький на вот этих... Я все тактики изучаю новые. Ну вот, а я тебе говорю с позиции того, что я на x2 фул контент проходил. Но если он очень нужен, я ради бога давайте сыграть. Он нужен, видишь, ты согласился. Это не то, что... Ну, как бы не обязательно мне там на слово верить, но я это с полной уверенностью говорю, что он нужен. И плюс ко всему, он... Если у 3-4 хилов, то от них, грубо говоря, если 4 хила с волониром, это как ДЦ. Но нету ДЦ. Это будет дохуя абсорба. Да-да, это я понял. Ну, просто... Мне кажется, что уже поздновато. Нет, не поздновато. Я же говорю, ВОК и ЗС ГЕР это плохо будет тащить. Я же объясняю. Причем, опять же, чтобы собирать волониры героически, это должна выйти у льда 25 хм. А у льда 25 хм не сразу выйдет. Выйдет зсок агер, потом выйдет у льда десятка гер, и потом только откроют 25-ку. Они постепенно будут. И волонир тут тоже в льде собирать. Тут столько ОЕ боссов. Тот волонир, который новый собирает, тоже 30 осколков. Его тоже ты же не за день соберешь, правильно? Все говорят, ой, я, блядь, героически буду волонир. Я еще посмотрю, кому его собирать. Мейнхиллов нету в гильдии. Ну, героически, понятно, это когда гера выйдет. Так его нету. И его пока собирать, эти пухи волониры 45-ые, они столько на абсорбит, блядь. Когда мы будем контент новой у льды. Ну, понятно. Они под Т5, знаешь, только будут? Здесь, если я нужен, я зайду. Ну, нужен, я же говорю, у нас 10 ДД не хватает. Мы хуярим 10 человек, 15. Тут делов. Вместо того, чтобы сидеть, разглагольствовать, что там актуальное, что нет, челики сидят в DC пишут, в гильдчат пишут и просто в онлайне сидят. Вместо того, чтобы зайти, это за полтора часа закрыть. Это проносится, не знаю, как РБК, блядь, с закрытыми глазами. Тут все боссы тыкаются. Не знаю, прошлое КД меня просто сломало, можно сказать. Что сломало? Вот оно все дело, мораль. Я ходил все КД обычки, две штуки, героические пронес полностью. И у меня, получается, мне только шмотки нужны с ОКО, и мы ОКО просто не закрыли. Ни одного босса. Ну, так не закрыли, нет. Через час все разошлись, и меня просто это сломало. Я пошел вискорясь, я стакан налил, и закрыл, ну, Дискорд, и Варкрафт закрыл. Просто пошел, напился и лег спать. Ну, такой хуйни-то, это еще не раз так будет такая хуйня. Ну, типа, я довел человека. Ну, это как бы логически я понимаю, но просто для меня это обидно, потому что у меня только шмот с ОКО нужен. Так не ты еще. Так не ты один такой. Другая неделя выбьешь, что переживаешь. У меня вообще ничего нет. Брат, я уже довольно давно сижу в этой гильдии, и я это все понимаю, я против ничего не имею. Просто вот именно для меня вот этот вот, потому что я именно этого КД ждал. Мы убили Солариан на прошлом КД, и я ждал снова убийства Солариан. И когда люди ушли, и нас осталось мало, мне это очень поломало. Ну, так видишь, ну, они... Ну, я никого не обвиняю. Да не переживай, это игры, не переживай-то, выбежь. Я не переживаю. Вот именно, когда ты сидишь в СЕКД, все полностью закрываешь для гильдии, и потом обламывается такое. Я как бы это все понимаю, но становится обидно. Ну, у тебя ЕП... Мы сидим, мы не можем... У нас, понимаешь, с босса не падает по каждому... Да, Слава, я это все понимаю. Ну, все так же, как ты себя чувствуешь. Я ничего против не говорю, я просто ТОП-1, ну, поэтому... Ну, ТОП-1, ТОП-2 по АГП и ПГП, и мне просто стало обидно. Даже печеньку мне отдали не тебе, понимаешь? Да ладно, все нормально будет, не волнуйся. Нет, 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 это... Я не первый день сижу, поэтому я это все понимаю. Но это хорошо, почему? Потому что у тебя нет карбонара, ты за это так сильно переживаешь. Карбонара, пиздец, тяжкий, нахуй. Я хочу его мутануть, нахуй. Он пиздец, пиздец. Да, я уже тоже сейчас в Нубе свернулся. Тебе надо либо эрелить, либо... Не-не-не-не, ну, вот видишь... Ну, иногда-то можно. Пиздец, просто, ну, мне кажется... Время карбонара, это слишком, типа, у меня больше... У меня много, да? Я уже в этом доме с спиной стою, такой, говорю тебе, чего? Там каст можно забивать. Вот, сбили, а не сбили. Можно и не сбивать, хули. Просто так, ну, типа, я не знаю, ну... Видишь, на перспективу люди думают не умеют. Я хуй знаю, ну, я говорю, с тем же успехом можно просто в серии, или отменить ОКЗС и ставить, мы просто придем в них и будем разъебываться. Вместо того, чтобы... Ну, если бы мы заранее еще начали ходить, сколько мы полгода играем, да? Если бы заранее начали ходить, и у нас были бы сейчас валики, мы бы... Контент, который сейчас вышел, ну, мы в трехила робота хилили, и мы бы его ебанули за ДПС, было бы все проще. Немного. Просто эту перспективу никто никогда не видит, и мы поэтому играем как отставая гильдия. Почему экзальтит? Ну, перспектива разное бывает. Ну, почему экзальтит убили? Ну, я и говорю, что вот мне вот... Я, типа, всю неделю хожу, жду именно одного рейда, и у меня один рейд этот разваливается, потому что двух человек не хватает. Ну, так разное бывает. Кто-то овнулся, кто-то там на работу, кто-то еще куда-то. Ну, вот, я это воспринимаю адекватно. Мне это... Ну, я как бы понимаю это, и я никуда не ливаю, никого не обвиняю. Я все очень классно, декор, понимаю. Поверил. В этом планете, я как раз упоминал. Ну, у нас... У сов только око, по идее, сейчас. Адекватный контент. То есть, почему она вот не та, что, так сказать, там... То есть, да, у многих вадикон такое, что надо только око ЗС. Ну, там, может, раз кофе... Ну, у меня кольцо какое-то там беспонтовое, но будет оно и будет. Оно не сильно мне подымет, оно просто мне заменит кольцо. А почему вы пулите? Вы вообще не видите, что вадикона здесь нет? Мне просто... Мне просто интересно. Тут босс спуленный. Мне интересно, вот вы... Как вообще, вот что у вас? Вот вы подошли босса пулить. Нельзя было шкаф поставить сумнуть вадикона. Просто чем вы руководствуетесь? Я просто сказал, давайте будем как Абака чистить. Сейчас ты не рейдишь, получается, и ребята просто пошли и пули. Нет, ну ты не смотришь сюда. Ну, не босса, блядь, а трейс, он говорил, Орлё. Да хули ясно, нахуй. Днём мы сегодня терпели эту хуйню. Ну, типа, а ну, всегда так у льду ходишь, терпишь. Тебя обсирают, нахуй. Потом с волониром захиливаться в трехила. Вот, типа, так и должно быть, нахуй. Ну, чтобы был этот результат, надо к этому идти постепенно. Давайте тогда хуйню с шеем и линхаптируйте. Тебе написали сегодня не то, что в льду не хотят, а написали, что это очень тяжело в один день просто. Ну, тяжело, ну, всем тяжело, так и в целка тоже тяжело ходить. Вот сердце не успеваем залить. Думаете, когда актуально у льда выйдет и героинь, так будет легко? Вот это меня только и останавливает от того, чтобы забить на у льду. Типа, изучить тактики пока, но... Ну, конечно, для этого и хватит, чтобы понимать, где мармалга, чтобы понимать. Она именно сейчас в этом режиме, блять, поэтому ей проносим. Все. Стоять! Сейчас про залезь. Вынесли. Черепок, выйди. Кто? у залить более смешной факт на том же циркуле валик давал больше грязи чем гировская тире маска хотя и системы грязи на дух не переносу просто видишь люди силами не играют поэтому ну просто если без силов и шире от не соберется его в нет но волонир он ситуативный пока он 45 уровня как сейчас он не всем хилом заходит дело не делали немного дает он заходит всем четырем хилом и он ситуативно скрус вечно эти все и дело вообще не в уровне шмотки но он к полу и сам и заходит как я дешевал и иршам и ирдру и холиприст он заходит и но ирдру точно не заходит за у меня сама мне кажется ирдру он вообще не заходит потому что у тебя нету прямого зрения заходит он на весь хил прокает но уход и это копейки нет ни копейки он же щиты дает правильно от тела возьмем просто пока в том что считает чисто за хил без учетовый архива он считает запасить весь захива на уход и прокают 4k максимум он считает весь и он будет 400 давайте он считает весь захил это раз второе ход и или представь себе босса лана у тебя заход и на весь рейд прокнула волонир и сколько у тебя в уверхил и сколько в хил ушло это все превратится в обзор 15 процентов за 15 секунд а у тебя за 15 секунд столько может миллионов нахилится вот и представь какая-то поставить потому что я играл всеми кроме хилов ну вот я поэтому и говорю с позиция есть ирдру типа такой для рпк это мне кажется что волонир ему будет слабая ну или это кажется потому что ты не знаешь точно да возможно которую рядовые силы они больше понимают конечно я ничего не отрицают да не в том что больше я говорю об этом как как факт прям был ужат кило тихо 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 это будет это будет профитная пуха для всех его кроме дце нам нам больше смущает то что она через типа полгода появится более друга я еще раз объясню но ты из один день не соберешь это раз Чтобы до нее дойти и сделать боссов убить, которые... Такая же тактика, как и здесь. Нужно их еще убить. И также 30 осколков собрать новых. Ну, типа, мы соберем три Волонира, и потом снова начнем их собирать. Ну, я знаю, что Волониры помогут тебе пройти эту, блядь, Ульдугер. Они не только Ульдугер, они еще ОКСС нам будут помогать. Ну, чтобы выбить, типа, Валики Гер, блядь, ну, желательно, чтобы... Я говорю, по хилам вообще не шарю, поэтому, если кто-то из ребят говорит, что они нужны, прям, я только... Сто пудово, сто пудово. Не, ну, видишь... Авторизуйте, пожалуйста, во фл-делке вот чувака там 1-2-3-0. Чтобы было... Ребью, оттапаемся. Нижний портал. Чтобы было еще проще. Ну, типа, если кто-то не верит, там, или еще какая-то хуня, ну, нахуя мы здесь хуней занимаемся, да? Типа, можно доказательную базу какую-то сделать, но чтобы это сделать, это нужно либо какие-то развертки предоставлять Волонира, вот, которые, как бы, есть... Я могу прямо сейчас скриншот скинуть чувака просто из ИКа, который захепреста с Волониром хилит 2-5. Там вторая строчка, это Волонир. Вольду прилетел, скажите мне, куда на каком курсе фонтируется? Вести бюлю. Ну вот, тем более, что у некоторых людей есть уже доказательства того, что, да... Первая, вторая строчка всегда Волонир. Необходимая хуйня. Ну, понятно, но, типа, без него тоже же можно справляться. Ну, так-то можно, так можно и без Шема, и без ВХ справляться. По сути, конечно. Типа, СПД просто гасит вот это вот. У тебя есть 45-ая пуха или так вести? И еще, еще, еще раскрою секрет один вдогонку. Значит, пухи можно менять во время боя. Это раз. Прогнул. 15 секунд у тебя абсорб повисел. Ну, это баф Волонира повисел. Баф спал, ты меняешь на пуху. Либо с ТТГ, которая тоже абсорб дает. Либо на пуху встречаю, любую. Везу не, что переговориваю, не это, исправили это все фигню. Какую? Нет, но смысла нет. Почему? Ты когда одеваешь, у тебя когда бафа вешается по-новому. Ну, 30 секунд, когда вешается. Ну, вопрос к тому, что это как, допустим, у тебя абсорб... Ну, ты типа, после бафа Волонира можешь поменять пухи на более СПДшный. Ну, да. Да, но после игры ты ее уденешь обратно, у тебя снова пойдет 30 секунд на ЭКД перед проком. А, нет, это все исправили. Внутреннее ЭКД вернули. Да, да, да. Все равно это пуха сильнее будет, потому что абсорб, который он дает, то СПД, которое на пухе... Перепоградить из красных рун выходить. По ноге смотрите. Ну, ты прям разжигаешь. Это довольно-таки перечная. А она не будет вообще разницы. Да. Волонир перекроет больше абсорба, то есть он даст. Но опять же, есть, например, босс, на котором статически проходит дамаг по некоторым целям. Ну, например, на сурке волонир не надо. Потому что там, ну, нету постоянного ЕДАМАГа. Вот, а на этом, как он называется? На Лане. Надо, кстати, сказать, что надо. Ну, так, а на робот. Его не шо. Да, робот только нужен. Не только, не только робот. Синдра. Смотри, Синдра, Лана, Тухлый, Пров. Потом кто... Да и на Личе можно заражение плюс комнату хилить. Там вообще, я не знаю, 3 хила будет проноситься. Потом что? Холион во тьме. Вок АЗС. Морогрим. Кто там еще уешный? Каратрес тот же самый сложный босс уешный. Потом кто там еще есть? Рыба хуйня. Воку. ЗС. И робот, который Вока. Робот? Ну, я имею для меня. Но остальное мы убиваем и без Волонера. Вот. И Вока ЗС Гер как раз будет АОЕшные боссы. Там Алара взять, фул АОЕ. Потом робота взять, фул АОЕ. Там еще больше, чем на роботе Гер и АОЕ будет. Там такие цифры по 20 тысяч хпс окрутили в Т5. А если к 20 тысяч хпс прибавить 15% Волонера, представь, сколько это абсорба. Это больше, чем 1 ДЦ будет. Там только, конечно, хпс будет поменьше. Ну, 20 тысяч, я тебе говорю, крутили. Вот. Соляра АОЕ тоже босс, блять. Потом Кель героический. Вот Кель героический, я не помню. Тоже там АОЕ как-то есть по рейду. Да, Кель обычно. Да там нет АОЕ. Ты там, типа, этих мини-ков убиваешь. Ну, если как в актуальном работает. Не этот. Там героический, там совсем... Там полчаса били, блять. У меня есть видео, где-то там АОКОГЕР били. АОЕ, ШАВАЕшная. Вот это я точно помню. Ну, и ЗС половина боссов тоже везде АОЕ есть. Эта хуйня заиграет, пиздец. 84-я пуха, она, ну, сосет ногу по сравнению с Волонером. Ну, так мы 45-ю собираем. Ну, 84-я, я говорю, СПД не перекроет тот абсорб, который дает валик. Плюс он стакается... Да, это точно. Он стакается от разных хилов на один и тот же баф. И этот щит 20 тысяч будет поддерживаться абсорб. Это огромная подушка без... Это, грубо говоря, на простые слова перевести, это как плюс 1 ДЦ, но без ДЦ. То есть можно идти ДЦ, 4 хила с Волонером, и будет рейд фуловый просто всегда. И когда проще становится, там просто спекаешь 3 хила и ДЦ, и все, у тебя пиздец, рейд охуенный. 20 тысяч абсорбов это, ну, не хуйня, как бы. Сейчас у плестов сколько? 12-13 тысяч абсорбов у ДЦшников. 4 тысячи СПД. Это так. Ну вот, вот ты считай. И тоже у него КД там сколько? 15 секунд. Не знаю, может вылет. Не знаю, может вылет. КД там сколько? Не знаю, может вылет. Нет. 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 . Нет. . Нет. 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 . . Нет. 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 С AGAIN. Нет. Не все так? Так по такой логике. Вот как Седжу пишет, не все упирается. Так ну хули говорю? Давай тогда шемы удалим нахуй. Типа или снимем пять шмоток в себя или 4си имеющие właśnie актуальные. Так и эта хуйня актуальная прочета Лычу объясняет. Да она 45 пуха. Да причем дре чем тут и уровень но она дает с ПД на 200 меньше чем пуховый. Я же уже объяснял, что это СПД перекрывает щит Абсорб. Да, это перекрывает щитами, но не у всех. У Хэпала и у Уэршама. У Уэрдрога и у Хэпэста тоже перекрывают. Хилам нахер СПД не надо еще повторять. Хилам, по-моему, нету прямого хилла, с которого прокнет щит больше, чем от СПД. Поставьте шкафчик, пожалуйста. Это щит, я не знаю, если вы только наши гильдии Волниры собирали, так собирают еще другие гильдии. Нет, ну я ничего против не имею, я говорю, что я хилл, единственный СПД, которыми я не играю, это хиллы. Ну вот, мы тебе говорим, что... Поэтому для меня это непонятно, но мне кажется, что у Полонир, он типа Уэршама Хэпал, это онли для них. Им в первую очередь собирают, потому что они больше хилят цели, которые первый дамаг получают. Да, прямой хилл дает нормальные щиты. А Эрдру, так Эрдру, у него когда обход и нырять за 15 секунд, столько тебе щитов. Ну я так понимаю, с ходок вообще щиты не пробуют. Да, пробуют на 500 даммажа. Я же уже прогомаривал, все это пробуют. Ну типа 500 даммажа? Какой 500? Ты понимаешь, сколько охоток висит? Ну типа Эрдру хилит максимум 3-4к. Так она одна, думаешь, висит? Ну, так внутренний КД нету. Она каждый раз обновляет Волонир тебя. Она у тебя... У Волонира нет внутреннего КД. Там спрашивают, можно в Дискорд зайти? Вы мне объясняйте, потому что я не сил. Вот смотри, ты заходываешь рейд на лане. Да, у тебя 2 ходки, 2-3 на танке, 2 на дд. Не надо ни на какие ходки, просто берешь омоложение, буйный рост, омоложение, буйный рост. Ну, я и говорю, 2 и 3 на танке. На танке вообще ничего не надо, ты просто берешь и нахотываешь максимально омоложение, буйный рост. Две вот этих способности. Они дадут такой отхил бурстовый, такой ауезы хил, что когда прокнет Волонир, он прокнет. Будут такие щиты, как будто у тебя ДЦшник фул рейд защитовал. Вот и все, вот и вся история. Как Волонир, он работает от прямого хила, нет? От любого хила, он работает. От оверхила, от прямого хила, от любого хила, от всего он работает. Вот стоит у тебя, допустим, рарник фулловый такой. Я вот хостую по нему ходки, блять. Вот сколько ходок, сколько на него я навешал, пока родительство пока оставал за 15 секунд, все это в обзор превратится. Ну, все, все, я понял. Я-то просто, я же говорю, я хилами не играю, я представляю, что это от прямого хила, то есть Копал и Шам. Нет, нет, от всего хила. Ну, в принципе, этим ребятам и собирают Волониры. Ну, и Эрдру тоже надо. Только нужен Эрдру, который постоянно будет. Ну, я не знаю, кто у нас постоянно. Типа со временем мы увидим, кто как играет. Холь Престу тоже надо. Если вот у не любящих ты, онлайн нормально появится, он Холь Прест толковый, кнопки жмет. У него там такой абсорб будет, как будто доцешник в рейде. Ну, я не знаю, типа, если бы, ну, я хуй знаю, если бы я, типа, собирал хуйню какую-то, ну, я же не играю месяц в игру. Я же не просто так это все рассказываю. Вы тоже, ну, не знаю, ну, если не доверяете мне, то давайте действительно. Да нет, нет, дело не в недоверии. Я просто, ну, для меня, кажется, Волониры в 45-е эпоха, как бы она ни старалась, она не перебьет в 7-7 эпохи. Перебьет в 84-е, она перебивает. Мне сейчас Вархелия объясняет, как бы, про Кваланира, и я стараюсь вникать, что это лучше. Она ничего, она будет лучше, она будет лучше. Ну, у нас есть у хилов травма, поэтому приходится сравнивать, и я как бы стараюсь вникать. Травма тоже слабее. Абсорб сам по себе уникальная механика. Давайте, короче, Мидона нету. Черепок первый билет. Боит! Вот, что там спрашивает, можно в дискордчику зайти? Да, конечно, можно. Чего? Я не знаю, простила. Да пусть, пусть, ну, пусть, ну, все, походят. Длин, корот, дискорд, не так. Ни у кого бутылок нам, она нет, хотя 5 штучек. Да нахуй тебе мана, блядь, в умоложении будем ростать, и все, и себе, и нырдай. Нахуя тебе мана. Ну, я бью этим покровительством. Не надо, зачем? Ты че, шутишь, что ли? В умоложении будем ростать. Не бей, хилим! Все нерону встаньте, дамаги. Пьем, если что, черепок небольшого, мелкого. Нет, что, он долго дамажал. Спасибо, спасибо. Крест, турец, ну, кромонарно. Смотрите, если буревестник будет каст кастовать, надо будет 30 метров от него отбегать, что-то долго бьем его. Ну, живу, успеем и весь. Да, вроде успеваем. Все, дальше, дальше крестик бьем. По команде разбегаемся, рейндж набираем именно от боссов. Под боссами и под двумя появится, под одним из них лужа синяя. Так что готовимся, мелики, скоро разбегаться. Все, рдд уже на рейндж встаем. Мелики, выбегайте, мелика, выбегайте. Ждем сначала синяя, в нее пока сначала не заходим и ждем зеленую. Как зеленая появится, вот синяя появилась под боссами, отвади босса. Ждем зеленую. Вот сейчас зеленая появилась, с нее выходим, с нее выходим, встаем в синюю и бьем крестик. Захиливать, тереть, хилую там, сколько у вас. Смотри, я вилашу сильно спамить хилом, потому что там у нее и тут. Готовимся на рейндж разбегаться заново. Так, давай масса круга, не зыбку дай какую-то. Разбегаемся на рейндж. Сейчас будет синяя, опять зеленая, если он успеет кастануть, конечно. Вот синяя. Не заходим пока в нее, отойдите от нее. Отойдите от нее, но я же говорю, кто там ходит. Сейчас зеленый, сниди скоро, да. Все, теперь встаем в синюю. Отведи подальше, босса, отведи подальше. Ладно, все нормально, стой. Маги боролись со среднего щита, я вас спрошу. Все, бьем, давайте герам. А, все, бласт уже. Средний умер. Вот вилаши захиливать. Все, выходим с этой лужи на рейндж. Сейчас кинется этот, молния от босса, он нужен черт на всех. Но только в одного кидается. Все, удар с вилаши диспелем. Перехватите, Катрисе, сколько скоро вилаши там умрет, сколько на ней секунд. Перехватите, кто-то босса, она сейчас умрет. Отойдите, милики от нее, отойди. Вот. Кто-то, кто-то перехватите. Ну, только не надо водить, можно миликом как-то побить. Есть, ну. Захиливать рарника. Фул и верхите его. Этот может им нацепить щит просто. Сколько у тебя там секунд на эту хуйню? А, еще. Не знаю, спремь, нет, все, сдох. А, ну, он будет отхиливаться. Все, танкуй, там, не зыбку прожимай. Сколько на тебе секунд там? Не знаю, 2 ляма успеем, нет. Либо заново, плюс. Все, заново. Какая, не зыбкая я, медведь. Ты не медведь, ты кот. Устанет. Устанет. Вставайте, падайте, он за каждую смерть хилится. Просто спинок, босс, устаньте, и все. Учего, ну, танка, были? У меня есть предложение. Чего, нет, его просто дадышники припереталчивают. Ну, только убиваем среднего, и вот уже нажмёт таунтерапник, слой добав, продамажит его, сдохнет, и вот так получите дадышников. Ну, и ваш стойник сбивает много дамага в него внести. У тех же палов спокойно прохилится без проблем. Ну, и вот всякая в этом духе. Сало может нажать таун в форме медведей и прыгнуть в Сало. Как вариант. Ну, я нажму. Просто только умирает средний, тут же его кто-то таунтер, там. Правой верхить можно успеть спокойно. И, честно, задавить его ДПСом под этим бафом. Там хороший ап. Очень. У нас же два танка, да? У нас был один час. Так-то хули, когда в ЦЛК дни надо, тоже туда неохотно идёшь, но людям-то надо одеваться, они с тобой в рейд ходят. Так-то по такой логике, если не ходить туда, то какая ротация должна быть новых людей в гильдии, чтобы им шмот там нужен, и они туда ходили, и чтобы они ещё и закрывать знали, как всё. Тоже, как бы, ну, логики нет никакой. Я понимаю, если бы, допустим, автоматически система находила по всему миру игроков, которые всё знают, да? Ты вот зашёл с ними, как рандомная... Ну, а как ты сейт представляешь? Такая система не работает. Ну, вот как на уфи поиск рейда зашёл, там челики все всё знают, блядь, и всё заебись. А вио отменили. Не, они так просто нажимают, и всё, и так же ходят. И потом просто кейдерри поделиться данными. А так как тут такого нету, ну, на пиратке это не реализовано, поэтому... Практика. Приходится ходить одно и то же, что ты уже проносил. Так у нас один танк или два? Сейчас один. Может второго? Я могу в медведя прыгнуть. Ну, давай прыгни, поддержишь буревестника. Чё, вар, спросить не надо? Кого? Вар не нужен, я могу написать, у меня в друзьях вар есть. Ну, напиши, если он в льду хочет подамажить. Сейчас-то там. Любые ддэи, привязывайся. Сейчас тогда ещё робот скорее всего подойдёт. Не, он написал, у льду нет сразу. Хе-хе-хе. Знает, да, чё тут происходит. Тут же иди ему. Очень. Очень. Не, мне наоборот интересно, как бы чё, ни одно и то же всё. Чё, ты пишешь. Аааа, прицеп сколько надо будет таких ударов пронести, чтобы в ланиры собрать? Много. Ну, типа, когда он актуальным станет, нам придётся его проносить. Чё, буревестника держу. Он актуальный и сейчас, и станет актуальным. Не, сейчас он не актуальный. Актуальный был. Ты опять же... Нету ни одной пухи такой, и шмотки вообще ни один кусок, ни Т5, ни Т4 не стоит, как у ланиры. Сейчас даже разные большие бильды и сами собирают по чуть-чуть. Я вот очень часто вижу, как знакомые у них там есть 20 своих, они ещё просто опять по поводу собирают, чтобы было так проще. И всё. Идут собирают свои дальше лальки. Так-то, да, так-то без лута можно и по полгода ходить. Я вот ходил, просто бывает либо шмотка не под, либо ты по приору не самый первый. Тоже разные ситуации бывают. Ну, а хули это... Я говорю, либо магазин, если торопишься куда-то одеться и сесть в доллара, не посидеть, то это магазин. Либо другая гильдия, где там всё закрывается, что-то туда. Ну, так мы стараемся как можем. Что рейд выдают, то и получается. Майдислав, о чём рейд? У меня вообще только с аукциона 264. Сразу снимаю щит. Всё, всё, всё. Люди, покупай 264 шмотка, то 50 тысяч голды. Ну, у кого голда есть, видишь? Люди видишь по-разному играть. Вот 50 тысяч. У меня нет времени фармить эту куриедами занимаюсь. Если бы я рейдами не занималась, наверное, гильдии, и гильдии бы не было. Кто-то по-другому бы и ролил. Разбегаемся. Рейнш-рейнш-рейнш-рейнш-рейнш-зелёная будет. Отсиние отойдите, главный босс выводил. Всё, теперь ксине идём, заходим в неё с краешку аккуратно. Так, по-зелёной сильно не бегать, вот у вас хилы проедут. И дамажим. Так, короче, я выйду на рейд, буду таунтить. Смотри, там, кто там, Вилаши, смотри, не таунти раньше времени. Сейчас я выйду заранее. Мишка превращусь. Таунт прожму на большого. И заберёшь только в тот момент, когда он на меня кинет баф. Сейчас он сдохнет, секунду подожду. Так, оп, добили. Так, сейчас он кинет на меня. Всё, кинул, забирай. Теперь, сальву по войду дайте, кто-то сейчас побью в советскую к ногу. Даже выпью при под. А что дальше пищу? Да, геру, конечно. Сальву по войду ещё кто-то, кто может. Я тут недалеко стою, у стенки. Всё, 10 секунд осталось, и я умираю. Ну, в принципе, на Вилаши сколько будет, там добьёте. Секунду умираю. Эх. А кто ещё умер? Кто-то лишний обер. Кто-то лишний вулгрим, что ли? Что значит высокое напряжение? Это же ты чем шабанула? Ничего, не надо. Значит, смотри, Катрисия, готовься забирать. Секунду 8 останется, заберёшь, чтобы она отбежать успела. Всё, забирай. И он ещё захилит сейчас, когда я вошу убрёт. На тебя кинет этот баф. Отрепить бы, сука. А, блин, сука. Ой, я себе, блядь, не дал, помню. Что-то, походу, он танков убивает. Чтобы его прям запушить, нам не хватает урона. Нам не хватает. Не, просто... Нет, там не в ДД дело. Там маленьким ДПСом убиваются. Просто люди умирают, когда он отхиливается. Вот и всё. Ну да. Там умерли два человека, они боссы отхиливаются на шесть. В конце чего они умерли? Для обманить лишнюю смерть. Я в текстуре застрял, крюч. Как они кармать смерть? Информация о смерть. Круто. У тебя в чате... Какая будет сук? Высокое напряжение, ебало. Ну, как я вижу. М180 ка, дамедж. Так называется, уланс. Ну, по шаману пришло. Окошко. Ну, вот информация о смерти. Вы умерли. Переместиться на ближайшее кладбище. Информация о смерти. А нету там в окошке. Нам что, больше танков можно? Нет, я искал, реформация о смерти, и всё. Собственно, почему я умерла, но ничего нет. Есть кнопочка закрыть, и всё. Ну, как вариант... Как вариант... Человек, который умирает от босса, который дебаф на него вешает 200 урона, увеличивающийся, он когда умирает, он вокруг себя тоже урона носит. Может быть, кто-то рядом со мной стоил, не знаю, я не заметил. Там такой урон, что умираешь сразу. Когда большой остаётся, уходите просто все на раньше. Потому что у милистов. Завтра челики зайдут на герой, онлайн будет человек 40. Пойдём ульту добивать. Решать, как это вот. Что? Ну вот, я так понял, мы просто умираем. Ну, когда умирает человек, босс отхиливается. Да, вот отхилиться. Как мы... Ну, из-за чего мы умираем? Нам нужны дополнительные танки или что? Нет. Ну, кто-то в сфере стоит. Ну, вот эта, грубо говоря, лужа льётся, кто-то в ней умирает. Кто-то какой-то ядомак ловит. И всё, одно на другое, вот и падают. Кто-то долго из лужи в лужи. Это на самом деле из-за того, что паровоз ставит. Такой паровоз. Вот, который есть для этого. Бля, я не слушаю много еще. Бля, возьму спизданую. Ну, бигдем онлайн, а потом волнера соберём, будем ходить вместе в рейды, но он не хочет нам помочь. А почему выйти на маунт? Безает это нормально, пожелание? Я на маунт. Я на маунт. Я на маунт. Я на маунт. Я не на маунт. На маунт, показывай. Чего, блин? У меня звук в игре нет какой-то хуя. Я у меня спать, блядь. Вот так. Да, главное, вот все одевались вместе, и тут все пооффались. Некоторые даже просто в игре сидят, и не заходят помогать. Круто. Завтра, наверное, будет развал. Да. А ведь рыбий жир всех в детстве просили хавать, да? Чтоб мозги были. Ну, ничего, он такой противный, блядь, но говорят, мозги типа нормальные. Да похуй, если в капсулах. Капсулах нормальный. Я с ложки хуярил, да? Я с ложки хуярил. Я с ложки хуярил. Я с ложки, это, да. Так вот, да, это как ложка рыбьего жира, а? Надо вкинуть. Да, вот Катрисе всегда отказывался. Занюхать ненормально. Знаете, шкаф? А то молоко это кто я забыл, чей это перс. А, призн. Призн красавчик, хоть помогает. Так, чё тут у нас? Все здесь? Так, наверное, бустой не помню. Так, сейчас соберу. Спыта. Масло, чтобы хуярить побольше. Но предлагаю, смотри, сейчас делать так. Ты сейчас так же ловишь по хуйню. Ну, взрываешься. Потом, ну, я в этот момент забираю босса. И потом фулк сжимаюсь там с ключом, со своим хп. Все хуйня, я преподаваю. Пытаюсь выжить просто. Конечно, конечно. Там надо сразу прожимочку отдавать. Он бьет сильно. Видишь, в чем вишка? Он кастует... Я встали на боту. Он кастует удар, который, когда руку поднимает. Вот его надо сразу мгновенно сдиспелить. Арахель, я думаю, это знает. Но он хпал. Вот. Если он тебя будет диспелить, то он свет небес в тебя не кастанет. Поэтому нужно... Я диспелю. Диспелю, посмотри на аддон. А, ну, ладно. Диспель он хилит. Все нормально. Ты был далеко очень, потому что... Там отошел кто-то. Тошел. Там надо по-любому диспельщика, чтобы хпал не отвлекался. Как только ты взрываешься, я забираю босса. Ну, бидона и транквилы нету. Ну, ладно, давайте начнем. Ага, галаша потом затанчил. Подай, я умру. Ну, или не умру. Да не умрешь. Просто прожмешься, тем главное, чтобы хилы схватили частицу, дали и начали хилить. Косты сбивайся, косты сбили. Сейчас смотрите, он руну не успел синюю положить. Он сейчас через какой-то тамер даст синюю, пусть ее будет зеленую давать. Нужно сделать так, чтобы в синюю не успели люди забежать. Потому что он кинет зеленую, он именно под случайного человека ее кидает. Поэтому сначала от синей отходим, появляется зеленая, заходим потом в синюю. Синяя появляется всегда под одним из боссов. Либо под средним, вот под большим появляем. Отбежали, отбежали. Все, сейчас зеленая, смотрите, появится. И бежим уже в синюю. Подводи босса. Вошел, хил, хил, води. Все, и дамажим. Как вариант, как вариант, мы стопнем дамаг. Сейчас стопнем, чтобы появилась синяя, мы потом пробустились под синий в босса. Сану, если что, по-моему, вы будете готовить. Все, тормозните. Тормозните, тормозните. Уберите, потом добьем. Ждем синюю, она через секунд пять будет. На раньше немножко рассоситесь. Она будет под либо большим, либо в среднем. Вторая синяя. Сейчас синяя. Как только синяя появляется, добиваем крест. Я готовлюсь уже таунтить. Кто там хуерит? Так, сейчас синяя, смотрите. Вот под большим появилось. Крест добивайте. Позицию занимайте в синей. Добивайте. Сейчас готовлюсь таунтить. А, поближе можно. Так, таунтил, половил дебаф. Забираем, брат. Сюда, веди, веди. Веди, мы сюда. Готовимся. Сейчас я... Да, Гера, фулл дпс. Готовимся сейчас по войду давать со льву. Давайте со льву срочно по войду. А, все сдали три. Бать. Ну, она только одна действует, наверное. Да. Все, я, короче, отошел. Да там добьете уже. Три секунды, и я умру. Ну да, она захили... Она три ляма захили... Вот, возле совы никто не должен стоять. Тоже, сейчас успеем. ГС. Все, нормально. Не успел захилиться даже. Молочила. Есть интеллекту-то. Кто будет это... Хочет делать ключ на алгаллона? Ключ к комнате. У меня он есть. Кому надо? Кто собирается сюда ходить, пока... Может, и рарить в будущем. Ну, давай мне. А что там вообще? Там спать как выставка, ключ? И ваш, ты будешь ключ делать? Электрик трехвозов в беде герой. Или Бенстиллер. Кто будет делать? Ты Бенстиллер. Удом не. Так, сейчас. Для нее в какой пати? Четвертую. Так, это Вилане. Пока, если что-то вдруг надо... Да, я сейчас буду роли с там мечем. Много кто хочет. Но в конце будем роли, да? Ну, да, чтобы... Сильно не отвлекаться. Говорить. Главное, чтобы это... Главное, чтобы не на поле босса это было. Да, хорошо. Только если что-то надо, то говорите, а то я буду пылить. Ну, вот мне надо плащ, потому что у меня... Просто не пыли до конца рейда. Ну, да-да-да. Нет, так я держу их. Так, меч скинули. Так, ну, ты либо можешь сейчас это брать, квест. Там надо планетарис начал открыть. Либо потом уже в другой раз как-нибудь. Либо в конце, когда уже... Не добежит до Калагарна тот лох. А, в рай? А, я лох. Чё, красивая пуха, что ли? Да так себе их узнал. Ну, такая себе по факту. Смотри, как сет подобрать. Если золотые сет собирать... Я вот вообще в моде вообще не разбираюсь. Типа, у меня пуха сосна, типа, под какой-нибудь. Какие-то все голды играй. Там пуха вару. Ты не наденешь ее души. На, сейчас был. Транкела, все ушел. Так, о чем мы сколько боссов-то убили. Да, такая же фигня началась. А где сдавать? Ты взял квест? Да, а где сдается он? Там надо священный планетарий найти сначала. Ну, иди на Калагарна, пока потом это все побегаем. Побегаешь. А вот это ты за всех ночей сделал, которые были? Или ты когда-то дал? А ты посмотри по истории. Там же ЕПГП-историю открываешь. А, это где? Это как? Это что? Слышь ЕПГП-журнал. Да, вроде нет, они не договаривались ни о чем. Сколько боссов это получается? Четыре первых, это пятый, да? Так, пятьсот, надо отнять. Не, может мне тоже перемести на целу, пожалуйста. Давай попозже, сейчас все равно ничего не ролим. Я просто все забываю, что у меня идут. И по вам был. У нас связаны. Что, транкила не зайдет, нет? Нет, не может. Вот рука, которая подписана. Правая, кружок поставил. Она будет хватать три человека. Чтобы их освободить, надо ее побить там. Там щит 1200 надо снести. И она отпускает. Как отпускает, сразу туловище дальше бьем. Просто пока дату еще бьем и все. А когда будет 40% хп у босса, просто руки добиваем и все. Каждая рука, когда рассыпается, она 15% хп босса тратит. Будет лучи там из глаз, просто от них отбегать. Все. Расплетесь по палате. Да, немножко на ранже стойте. Чтобы лучи не убили всех сразу. Там будет видно, за кем они идут. Надо отбегать. Только в милизону не беги. Вот в руку свечнулись. В руку схватил. Правая рука. Вот бейте. Когда поглощение перестанет идти, он отпустит их. Отпустил, да? Все, тело дальше бьем. Все сильнее по туловищу. Еще раз в руку. Освобождаем людей. Кружочек бьем. Вот вроде паладина 3, а баб один висит. Только готовьтесь, как выкинет нас с руки. Сразу стопайте по руке. Все, выкинула. Бейте дальше босса. Центр туловища. В принципе, можно уже и то, и то бить. Фулл, а я просто включайте и все. Все, и ту руку, и левую тоже подбейте. Все, руку. Руку только добить, левую. Которая последняя рука добейте, а то сейчас мы бы вреет придут. 100 тысяч еще добили. Батюк видел профессионального велмастаун там, хоть к маму. Невка все хорош. Чистому телу уже. Я только пришел. Ну, на этой колгарно пришли. Там какой-то чел еще сидит в костинке. Какой-то кто? Не знаю. Без роли. Ой, сейчас знаю. Во, я плечи возьму. Можно на транспорт? Друиду карбонаря. Спину не пыли. Адель. По роли мы не возьмем. Какую спину я ши... Я ши с роли. Я не пыли. Это под лицом у боссов у двух этих нельзя стоять. Их надо убить одновременно. Сейчас смотрите. Там у вас босс идет. Это отойдите, не спустите босса. Сейчас она обратно идет. РДД на 30 метров от этих мобов стойте. Потому что там... Они спавнят эту искру. Она дамажит на 30 метров. У которого больше хп-то вы бейте. Чтобы они примерно одновременно умерли. Иначе один вырастает. Он сильнее бить начинает. Может, прошу так поверить. Жалко, Хэлла еще сегодня ушел. Он не захотел играть. Улья. Я смотрю вас. Вы смотри, присоединились. Давайте боролся касту кулак по коту. Я МП5 раскидываю. Это другим паладином. Ну, нахрена тебе кожаные плечи-то, ДК-шки? Ну, да. Может, в коллекцию имало? Да какую-то, да. А, добавляйте коллекцию. Все, что надо здесь. А магия кожа носит? Нет, вы посередине. Не может. Да, не тряпку тут. А, ну... Я ну, гачи, магия кожа носит. Профигачи. Это странная позиция, конечно. Я прям конкретно не понимаю. Вот тут... Куда вы ушли все? А, в коридор. Без тебя. Рейд для 226-го. Там в сугробе 13-й фон. Тоже... Конечно, скажем. Пацан говорил, волонир надо ему сделать. Тоже где-то я слышал такое. Ну, а теперь и пишет рейд для 226-го. Да, да, зачем нам помогать? Зачем нам за полтора часа закрывать, если... Лучше за два дня, да, это закрывать? Сегодня не добьем завтра. Да, да, вы плачь распылили или нет? В смысле пылили, мы его ролили? Таки ролили он тоже. Чем магу руль? Плач маленький. Да. Значит, нужно. В смысле тебе надеть его или на трансмутер? Если надеть, то это к магу. Вон у нас такой... Войчки и плечи, пожалуйста. Вывание еще. Потом, потом с плечами разберетесь, и он был бить. Я скинул в раю, блядь, а как он выиграл, а вот дальше с ним блядь. Ну а зачем магу-то их отдавать вообще по логике? Я вообще не понимаю, что ты не понимаешь, что происходит, про что они говорят. Вы не про одной тоже говорите. Не, мне нужны кожаные плечи. Кому ты скинул, то я не пойму. Какого вообще лута получается? У этого, у врая, блядь, лут у меня. Ну а зачем магу плечи, я не понимаю, кожаные носки дают. С чего ты взял, что у мага плечи кожаные, вообще не могу понять. Ну вот, он говорит, в раю отдал. С чего ты взял, что это кожаные плечи? О, да, вот эти плечи. Ну, кому они нужны? Друиду. Плюс они тебе, кому они нужны в рейде. Я же написал. Ну плюс они в рейде. Кому нужны кожаные плечи? Для этого они плюсуют, ну, у них, это, мозг немножко поврежден. Я не понимаю, нахуй, общей роли, типа, если, блядь, ты не можешь их одеть. Я на трансмут, я говорю, беру. Я не тебе. Прием, блядь. Ну, нахер, нахрена отдавать тому, кто просто больше кинул. Ой, я тебе замуж. Короче, это, ну, я не знаю, что вы хуйню устраиваете. Это плечи на трансмут берут, либо, ну, это кожаные плечи, либо рога, либо друид берет. Ты кому-то, чтобы деканые бы их ролю. Нахуя. Да, ты можешь. Ну, деканые носки. Я здесь, вон, смотри. Ну, какой, ну, коллега, ебаный стыд, ты не сможешь на латы кожаную. Ну, если ты на мою строку, какой-то ролик или скучание один персонаж. Ну, в смысле, ну, коллекцию, ну, а коллекция, я не знаю, что признавался своя. Я ничего не понимаю. Да, круто. Наверное, футбол, да. Поэтому это вообще не бесвещь, просто так вот эта краска поменяет. Короче, будто в палату, да. Я устал, я прекращаю эту хуйню. Примоните. Все, все, я мутанул бы силера, карбонару. Дай мне плечи в обмен. Ненавижу, блядь, цыган. Плечи в обмен, воиду, быстренько дайте. Я уже отдал карбонарий, со стороны. Все, тогда больше не пиздите, нах. Он вадикон еще присылал у них. Можно вопрос? Вадикон, тебе надо эти перчи на трансмут? На трансмог? Плечи? Да мне похер. Я же на сове. У меня угли. Не, смотри, если... Ну, туда, в принципе, друиды. Давайте засуманим их историю. Ребята. Ну, если надо, вы ролл киньте с карбонарой. Чего? У кого в итоге плащ кастерский? Вы его не распределяете? Кастерский плащ у кого? Блядь, мы все уже поролили. Ну, ебаный ты в рот. Блядь, мне нужно что погорить. Тихо. Вы наебали просто, ребят. Тихо. У кого... Тихо. Я задаю вопрос. У кого кастерский плащ? Крит меткость. 239-ый. Воротель. Выиграл, я ему отдал. Тебе он нужен... Даже в ретчате это видно, блядь. Тебе он нужен, ты выиграл. У Вархеля 364-ый там какой-то плащ. Они на трансмог родят же. Ну да, сюда пришли за трансмогом по большей части. Вот и смотрите. Либо вы следующий по роллу смотрите и отдаете, чтобы не было обидно, кто ролл кидал. Либо если всем, кто роллил, не надо, и тогда давайте... Кто там? Как у тебя там ник? Шляпа-кляк или как? Шляпа. Вот и все. И это сделайте за 10 секунд, нахуй. Жду, короче, 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Все, разобрались. Все, в следующий лут никакой не роллится. Я сколько раз просил, надо босса вбить, если мы так будем сидеть, пиздеть, ну, про шмот, про всю эту ходю. Мы здесь будем сидеть 4 часа, это проносится полтора часа, нахуй. Сначала глыбы убиваете, потом босс. Из сосулек отходим, как в этой яме сарона, чтобы на голову не упало. Постоянно диспелим. Появится человек с грозовой тучей, вот, подойди в рейд, подойди в рейд, в рейд, в рейд, в рейд, подойди, в рейд, подойди. Все должны получить баф на плюс критический урод. Получили. В синие столбы, в белые столбы заходим, чтобы увеличилась скорость коста, и нажимаем топа-билку. Просто за сову костуешь этот, как он называется. И бегаем, прыгаем, чтобы скинуть себе стаки. Не кастуешь просто этот. Вон по 60 тысяч, как он называется. Ебаный, звездный огонь, нахуй. И все, и босс падает. Стоим, где звезда показывает. В звезду, в звезду, в звезду. Упали сугробы, зашли на сугробы, зашли на сугробы, зашли на сугробы. Все обратно, встаем в белые лучи, добиваем. Гимна хп дайте, светик. Все нормально. Дальше там торим направо. А, подождите, нет, не выходите, там баба ходит, мы же не убили еще. Все это потом разрулим. Надо, то треш люди вообще не бьют. Так, сколько, где она там, баба, это находится? Далеко? А, вы спулили. Далеко баба? А, она идет сюда. Ну, далековато, кстати. С зергой мобов идти в быстрее. Да, ты бы знал, как равис тяжело, это ульду и релить. Она весело проходится, когда 25 человек, когда все быстрее, прям за секунды падает. Так, потяжелее, когда лайп есть. Намного. У которого больше хп добиваем. Все, теперь смотрите. Стоим здесь. Вот сюда зайдите. Сейчас поставлю вам 3D-метку. Все сюда встаньте. Таунтить будет только танк. Сейчас босс подойдет. Ну, нужно будет незыбку тебе отдать, чтобы не сдохнуть. Там будет 4 кота. Таунтишь их по максимуму. Там, кстати, второй танк есть у нас? Нет. Я могу спекнись. Спекнись по-быстрому. Хотя, сейчас не знаю. Не таунти до последнего. Все, переоделся, захильд его. Все, таунти. И стоим. Надо будет дать фулову Е. Там масса, 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 таун даже за мишку. Все, босса подводишь, на нас лицом поворачиваешь. Все, все просто фулову Е. Не зыбку, масса кру на рейд. Фулову Е даю. Брилом. Просто уешься, эти 4 мобов они убивают. Все, дальше, значит. Катрисия, Оресой, Авиланию. Вадикон, Оресой, Вилгрима и Оресную Хисторию. Все, и бьем дальше. Так, сейчас лапку дам. Дам лапку. Все, фулл ДПС. Появится этот страх снять. Вот этот каст сбить надо. Тотем трепет оставьте, там избивайте каст. Под ебалом босса возвращаемся. Вот где ебало босса, туда встаем. Когда выйдет из луча кошка большая, Катрисия, короче, возьмешь и дашь ему стан медведевский. Ты будешь таунтить на себе. Просто на себе держи. И все, и босса добьем. Вот луч. Сейчас как только она появится, смотри. Вот появилась. Выделяю в цель, сдай, стан. И все. Давай массокру, вархель, поражми. И счету и цели, на которых дотка вешает. Эта хуйня. Берегите. Вот готовьте. Надо этот. Сбить каст. Каст, каст, каст. Сбейте, каст, сбейте, каст. Сбейте, каст, сбейте, каст, сбейте, каст. Что-то темы трепета не работают. Сейчас кошка умрет, на ее месте появится черная лужа. Отходим от черной лужи. Отходим от черной лужи. Подводи босса. Сейчас под ебало босса. Сбегаемся. Выйдите оттуда. Перейдите сюда. Ну, увидите. Сюда. Поверни на нас. Выйдите сюда, оттуда. Под ебало босса встаньте. Все нормально. Вот так и стоим. Смотри, есть ли это. Сейчас Авелани или Рарник. Кошка в луже, которая лежит, она сейчас встанет. И потом активируется. И нужно будет дать стан. Катрисе также заберешь, просто подержишь на себе. Да, она кд 20 секунд. Ну, Рарник или Верхель. Вот смотри, кошка встала. Смотрите на кошку. Выбирай в цель. Давай я ей стан. Так, я дубовку отдал. Захиливаю. Дотку повешил. Сбить каст. Надо. Снять страх себя, сбить каст. Сбить каст, сбить каст, сбить каст. Убьет весь рейд. Прием. Все добивать. Это две секунды было. Каст проще всего этим сбивать, как они называются. Либо... Кошка много не намажет, когда люди рядом с тебя, то есть, когда маленькие кушки делают, она не дамажет. То есть, чем дальше расстояние, тем сильнее урона нет. Да, он не знал. По-моему, там это зависело. Я не помню, чего это зависело. Да, да. Просто эту льду ебану дались. Вот Адаяна Худрачи Римова-Туария. Чем дольше напрягу и дальше прыгает, тем больше урона. А ты в какой гильдии был, я входил? На Егисуфу Мортал. Это тут на X4, что ли? Да, да. Там ходу еще и рыл. Ну, сейчас остается. Ну, как остается. Ходаю. Ходаю. Ходающий друид. А, ходорайшер друид. Плохо помню. Тут уж какие-то ники видела. Но я не нагрели, только помню. Так, сейчас. Мы, короче, хм сегодня сделали, ну, кто вот в ряде был в дневном. Ну, я думаю, мы не сделаем этим рейдом хм. Вот если у нас 25 тела сейчас подошли, мы бы сделали легко, потому что там зергается реально все. Но люди не хотят помогать, к сожалению. Так, отправься в Максиме в комнату. Там делать-то нехуй, там даже танк не нужен. Например, меня отправь туда дают все. Я забыл, за сколько боссов я давал ЕП. Из-за каких я последний раз давал. Кто-то запоминал? Из-за трех дал, 200 и 100 дал. Ты на Калагарне, получается. Вот, начиснул, но Калагарна не учитывал. Слушай, мы еще не убили его. Так, теперь, сколько мы убили? Начинаю с Калагарна. Трое убили. Три босса. Такс. В сумме шесть получается. Не, мы убили, и я за пять боссов уже накидывал. Так. Разве? Так. Теперь. Ходдир. Кошатница. А у нас, знаешь, как было? За ульду начисляли, где я раньше играл. В честь, ты в фул ульду проходишь, тогда тебе дают ИП. Если ты не проходишь, ИП тебе не дают ИП. Ну, было. Это сильно. И было, короче, в два раза больше, чем зацелка Агир. Не, ну, это мотивация, да. Не, плохо. Чем не вката? Да, да. Да, не, будь в мешке. Короче, в это, в туннель пойдем в Рахель и Вилаша. Ну и давайте вон, ты три мага и две совы. Да, и дейл отпуск. Не, лапускай тут по дотке повешено. Надеюсь, там дадачников не убьет. Остальные все тут оставайтесь. Думаю, тебе лагуешь. Детриков хватит. Обычный сделаем. Жалко схемов, не упало с колоков. Да, останься на арене по дотаешь тут. Это самое. По дотаешь тут могов. Да, ты такого не ожидал, конечно. Какой подставы. Да, даже сидят онлайн-челики. Спасибо. Чего. Чего. Продолжение следует...